Долгожданная посылка с Китая ждал. Телефон Redmi Note 10 должен прийти. Покупал на распродаже 8 марта 628. Вышло за 17400. И еще я в первых секундах заказывал магазин Goldwake на Алиспресс. И еще продавец написал, что это мистери-бокс какой-то, ну какой-то еще там подарок. Вот так коробка чуть помялась. Вот он на таможню пришел и 10 дней был на таможне. 10 дней был на таможне долго, а потом как бы только начало отслеживаться, что прошел таможню. Не знаю, почему это связано. Вот он. Кубик-рубик что ли. Кубик-рубик положил. Вот сам телефон, бумажки. Роза 17400 на распродаже. Хорошая цена. И просто распаковку. И как впечатление первое, как обычного пользователя. Там уже про него там миллионы, триллионы. Все уже там все, что можно его перемусолили. Сравнивает с Samsung A52, который у нас 27000 стоит. И якобы у нас Redmi тоже будет 27000. Они его сравнивают. Но все люди, кто хотел, большинство купило его на распродаже за 17628. И это на 10000 дешевле. И поэтому такие телефоны Samsung просто отдыхают в сторонке. Если говорить правде глаза и называть вещи своими именами. Большой зарядник. Все уже это все за 300 миллионов раз видели. Такой толстый кабель в метр. Зарядник прям такой большой. Потом Redmi Note 10 просто, который за 10000 можно купить было на распродаже. Не сравнивать там с 32-м. Вот, который 20000 у нас стоит. В общем, я считаю все это офигенно полное. Такой вид у него. Такой вид. Первое просто впечатление такое. Большой экран. И хороший вид. Первый запуск чехол такой матовый. Ну, это уже все. Все знают. Пленка наклеена. Где-то по миллиметру не достает. Ну, экран большой. Ну, по сравнению, сразу вот она. Если потянут чехли по-любому, она синь. Вот. Экран хороший. Так, ну, сейчас я чуть-чуть настрою. Ну, так, чуть поднастроил. 120 герц надо ставить в настройках экраны. Сразу лучше становится. Вот экран. По умолчанию они стоят. Вот частота обновления. Надо на 120 поставить. По умолчанию они стоят 60. Ну, конечно, первое впечатление, конечно, бомбезный телефон. По сравнению. У меня до этого был Redmi Note 5. Я с ними уже два года гонял. Это вот так купил негаданно. Из-за дочки, как бы. Вот. Фото, вот, освещение, как бы, все равно. И то это простой режим. В общем, про него все уже все знают, про этот телефон. Вот. Все все знают. Ну, как бы, я про что хочу сказать. Если кто-то хочет себе сейчас купить новый телефон Xiaomi, лучше ждать распродажу. Там они все время дешево. Все дешевле продают. Вот так чехлек смотрится. Вот, надо было отклеить. Ну, как бы, классные. Обалденные. Вот. Это я говорю, как простой пользователь, там. Не, как бы, там, ну, от телефона. Вот. Смысл в чем. Если кто-то хочет покупать сейчас телефоны, лучше это делать, когда на старте продашь. Тогда самые хорошие цены, потом становятся дорожки. Если раньше они в начале цены большие были, потом не становятся. Ну, то есть, например, хочется новый телефон. Модель вышла. Надо там 3-4 места ждать. Если подешевле, чтобы за дорого они покупали. Вот. А потом покупали все. Сейчас, как бы, в этом плане лучше. Сначала купил, если тебе надо. Вот. Вот. Что такие вот стекла заказа. Сначала купил, если тебе надо. И все. И на распродаже отлично все. Вот. В этом для меня, как бы, плюс. Если захотел ты телефон, то... Ну, вот такие стекла. Стекло. Вот еще заказал другого продавца. Ссылку оставлю. Ну, вот этот ободочек. Что-то мне не нравится. Я сначала не увидел, что с ободком. Вот. Ну, как бы, чуть-чуть ободок. Мне кажется, сколько-то. Все равно полмиллиметра будет экран отжирать. Если бы я не увидел сначала. Лучше другие. Без ободка заказать. Вот. Такой телефон. Ну, по сравнению с Redmi Note 5, конечно, пушка. Экран, фотографии. Вот. Так что, если покупать, надо сразу на старте. Так что, если покупать, надо сразу на старте.